Семь минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте! В столице Северной Осетии прошел фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Мероприятие проводится в восьмой раз при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. В 2017 году при поддержке главы Республики Северной Осетии Алания и Фонда по сети Кавказ. Организаторами выступили Министерство спорта и Министерство культуры Российской Федерации. Генеральный партнер – акционерное общество «Курорты Северного Кавказа». Официальный партнер – акционерное общество «Корпорация развития Северного Кавказа». На церемонию открытия прибыли министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, глава Республики Северной Осетии Алания Вячеслав Бетаров, глава Республики Ингушетия Янус Бек Евкуров, руководство правительств субъектов Северокавказского федерального округа. Приветствую вас, Северная Осетия! Сегодня у нас большой праздник – фестиваль «Культура и спорта народов Кавказа». Это событие смело можно назвать более широко – День дружбы северокавказских народов. Многонациональный Северный Кавказский газ славился своим дружелюбием, открытностью и готовностью встречать желанных гостей с радостью и теплотой. Проведение очередного восьмого по счету фестиваля именно нашей республики – это большая ответственность и огромное доверие. Кавказ – это не только территория, это состояние души, это состояние братства, взаимопонимания, взаимоотвожения. Мы начинали вот этот фестиваль, он назывался впервые, как первый раз, когда проводили «Кавказские игры». Сегодня это фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, но после сегодняшнего дня, наверное, еще что-то поменяется. Впервые на фестивале была организована ярмарка брендов «Сделано на Кавказе», где были представлены ведущие товаропроизводители регионов. Среди экспонируемой продукции – фрукты, минеральная вода, соки, напитки, детское питание, молочные продукты, одежда, светильники, бытовая химия, строительные материалы, автотехника, которые представили 38 компаний, работающих в сфере АПК, тяжелой и легкой промышленности. Северную Осетию Аланию на Ярманке представили 20 товаропроизводителей. Гости фестиваля посетили национальные подворья, представленные республиками Северного Кавказа. Регионы подготовили творческие представления, рассказывающие о культуре, быте и традиционных ремеслах. Также организаторы подворья угостили всех желающих национальными блюдами. В зрелищной церемонии открытия приняли участие танцевальные коллективы всех регионов-участников. Всего более 500 артистов. Гостем мероприятия впервые стал ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Своё видеопоздравление в адрес фестиваля с Международной космической станции направили Александр Мисуркин и Сергей Рязанский. Нас приветствуют российские члены экипажа Международной космической станции. С высоты сотен километров от земли поздравляем вас с открытием 8-го фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Традиционно богатый талантливый Северный Кавказ подарил нашей стране десятки олимпийских чемпионов, героев Советского Союза и России, художников, писателей и космонавта Мусума Нарова. Каждый раз, пролетая над большим кавказским хребтом, мы убеждаемся в правильности слов. Круче горы могут быть только горы. Мы с вами желаем всем здоровья, успехов в спорте, не забываемых спортивных впечатлений и побед, достигнутых в честной борьбе. Пусть на соревнованиях царит атмосфера дружбы, доверия и взаимопонимания. Космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и Сергей Рязанский. Как подчеркнул в своей речи Лев Кузнецов, фестиваль приобрел действительно космический масштаб благодаря тем уникальным культурным и спортивным традициям, которые сформировались у нас на Северном Кавказе. И это все благодаря тем уникальным культурным и спортивным традициям, которые сформировались у нас на Северном Кавказе. Я желаю всем участникам фестиваля новых творческих и спортивных открытий, а зрителям и гостям фестиваля интересных культурных и спортивных зрелищ. Я желаю, чтобы наш фестиваль также и дальше уверенно шел по Северной Кавказской земле, объединяя вокруг себя не только многочисленные народы нашего Северного Кавказа, но и приглашаем нашу дружную семью и жителей Севастополя, и жителей других регионов, и Южной Осетии. И в целом показал, как богата и велика наша Россия культурой и спортивными традициями людей, живущих на этой земле, благодатной, верной, исторически любящей свои традиции и корни, чтящей их, и самое главное, ценящая их, самое ценное – это дружбу между народами. С праздником! Фестиваль включает спортивную программу 12 видов состязаний, которые развернулись в чаше стадиона «Спартак». В рамках торжественной церемонии закрытия 8-го фестиваля культуры и спорта народов Кавказа перед участниками и гостями самого яркого культурного и спортивного события округа выступили творческие коллективы из регионов Северного Кавказа. Затем на сцену вышли победители соревнований. Первое место в общекомандном зачете завоевала Северная Осетия, на втором – Дагестан, на третьем – Ингушетия. Церемонию награждения лучших спортсменов провели первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одесс Байсултанов, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, глава Республики Северной Осетии Алания Вячеслав Бетаров, председатель правительства Республики Северной Осетии Алания Теймур Астускаев, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Артур Таймазов, а также министр физической культуры и спорта Республики Северной Осетии Алания Хасан Бароев. Выступая перед зрителями и участниками фестиваля «Культура и спорта народов Кавказа», Одесс Байсултанов отметил высокий уровень организации и проведения мероприятия. Участники фестиваля получили также специальные призы от Институтов развития Северного Кавказа, курируемых Минкавказом России, Акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» и Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа». Всего за два дня проведения фестиваля его посетили более 9 тысяч человек. В завершении церемонии был потушен огонь в чаше, и в небо взмыли белые шары. Наши 7 минут остекли. Смотрите на завтра в 7.07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей!